Тили-ти-ли-ти, тили-ли-ти-ли-ли-ли Мы обещали на стриме людям, что мы поговорим по поводу нашего проекта, что мы хотим от юридической компании, какая помощь нужна нашему проекту, именно юридическая. Дело в том, что когда мы думаем о своем развитии дальше, Мы осознаем, что инфодайинг – это не просто какой-то патентик, какое-то новшество, новиночка, изобретение, штрешочек к медицине или к психотехнической базе, к психотерапии, к психологии. Мы понимаем, что… Это глобально. Это глобально. Это вот я сравниваю с химией. Вот приходишь к юристам и говоришь, у нас есть химия. И у них так… у каждого в голове своя химия. И, кстати, вот наш приход в юридическую компанию это очень четко отразил. Да, вот когда у него химией была религия, да, а у кого-то химией будет что-то еще. И у каждого своя химия, да. Но нас же не интересует, у кого какая химия в голове. Мы же приходим к юристам не за того, чтобы проводить психотерапию юристу, да. Мы приходим для того, чтобы взять понятие химия и разложить. Вот есть молекулы, атомы, атомарные соединения. Есть какие-то дальше формулы. Есть описательная часть к ним. Есть применение их дальше в жизни, на практике и так далее. Вот у нас все это в инфодайинге получается вот аналогично, как в химии. Это огромное направление. И у нас есть такая же психотехническая база. И она большая. Во-первых, описательная. Она отличается от научных подходов и от эзотерических подходов. То есть мы все время везде видим суть. И суть говорим открыто. И это иногда людей шокирует. Но мы бьем именно все время в яблочко. И когда ты в яблочко дал информацию, после этого уже дальше она разворачивается. Знаете, как от камешка круги на воде пошли. И применяется инфодайинг в работе с аутизмом, с ДЦП, с эпилепсией, с онкологией. С любыми психическими проблемами. На самом деле область применения инфодайинга значительно шире. Он пойдет и в спорт, и в изобретение, и везде. То есть это различные сферы применения. Но это точно так же, как химические соединения. Полиэтилен применяется там, а это применяется там. А резина применяется там в колеса. Еще в областей применения резины от презервативов до шин. И это все химия, и это все там определенные... Ну, если я скажу, что это полиэтилен, то не полиэтилен, да. То есть у меня с химией есть вопросы. Но мы говорим о том, что области применения химии на самом деле очень большие. Точно так же, как области применения инфодайинга. Мне проще говорить про психику. Мне проще говорить, что мы берем... Можно зайти с заболеваний и разложить алгоритмы под каждое заболевание. Можно зайти с алгоритмов и разложить, к каким заболеваниям они будут относиться. Можно зайти с описательной части, со структур психики. Можно, можно... На самом деле, я даже не знаю, с какой стороны заходить. Со всех. Здесь можно со всех. Ну, вот понимаешь, если прийти к юристу и сказать, поставьте нам черточку и запатентуйте, а я не знаю, что им сказать. Я знаю, что это целое новое научное направление, которое еще не пришло в жизнь, потому что пока состояние парасомнабулизма доступно небольшому количеству людей, которых надо тренировать и переводить в эти состояния. Но, господа, гипноз тоже был недоступен там какое-то время назад, и над ним смеялись, и фокусы на этом показывали, шоу показывали и так далее. Сегодня гипноз применяется в медицине очень даже широко, и в психотерапии применяется. Но это тоже направление. А инфодайминг – это значительно более широкое направление, чем гипноз. И поэтому, как подойти... Но при этом юридическая защита нужна. Именно защита, именно, чтобы это было либо ноу-хау, либо патенты, либо какие-то авторские права. Я не знаю, как к этому подойти. То есть мы ищем людей, которые нам скажут, что можно из этого всего слепить. Вот что из этого можно достать и сделать, положить каким-то образом. Почему? Потому что на сегодняшний день я вижу, ну, я буду говорить прямо, известные уже персоны. Можно посмотреть их рекламу тренингов год назад и сейчас. И сейчас, да. И посмотрите, там конкретно люди говорят нашими словами. Дают нашу психотехническую базу. При этом зачастую не осознавая суть. То есть то, что можно стащить, уже стаскивается. Но захватывается поверхностно. Захватывается поверхностно. И при этом наши имена нигде не звучат. Но это ладно, как-то наше эго не пострадает. Но при этом иногда перевирается суть, потому что человек не понимает. Вот в этом... Вот суть. Вот в чем. Суть в этом. Да, суть в этом. А когда человек начинает перевирать и пытается адаптировать это под какие-то концепции, чтобы ограничить людей. Вот это уже неправильно. Потому что инфодайминг, он говорит, это про отсутствие ограничений. Это про субъективное восприятие. Это про искренность и открытость. Но очень часто человеку кажется, что на искренности и открытости он не будет иметь клиентов, доходов и так далее. И начинаются какие-то свои пазлы в голове, привычные для человека. И вот эти моменты, когда включаются, мы начинаем задумываться. Потом пройдет 20 лет и будут говорить, а Зайцева со стопук именно так и говорила. А Зайцева со стопук об этом не говорили. Это вы это сейчас услышали, переврали для того, чтобы заработать денег. Вот поэтому надо, чтобы были какие-то, вот именно эти камни основополагающие, которые невозможно переврать. Которые невозможно пересказать и сказать, что вот это говорили они, вот именно так. Нет. Чтобы это вышло под нашим, вот конкретно вот это так, и это значит это. И делай вот так, и ты получишь вот такой вот результат, если мы говорим об алгоритмах. Вообще очень много вариантов, которые должны лечь в основу. Но вот как сложить вот этот фундамент целого направления? Грубо говоря, сложить фундамент химии. Таблица Менделеева появилась значительно позже, чем направление химии, да? Хотя у нас описание структур психики уже есть. Таблица Менделеева в психике уже есть. То есть мы это дело уже описали. Мы уже сверху зашли, да? Только бах и сказали, это выглядит так, и это работает так. И очень много механизмов психики нами описано. И, например, тот же самый механизм внушения, на который сейчас опирается наука, нами не найден, но при этом вместо него мы видим, какой другой механизм работает и какой надо изучать, исследовать глубже, да? Именно как стыкуются вот эти вот, как мы говорим, миры в подсознании человека. Это все отдельное, интереснейшее направление. И каждое из этих направлений – это раздел, ну как в химии раздел, раздел химии, да? Так здесь раздел психики. Потому что человек – это очень сложная субстанция. Это значительно сложнее автомобиля, самолета, ракеты и так далее. И при этом на ракету, на самолет, на все работает куча, куча направлений научных. А на человека работает медицина, ну, биология. Можно сказать, что та же химия, физика, можно все приложить, но это вторично как для человека. Оно уже в обслуживании человека, в обслуживании уже идут медпрепараты, ракеты, машины и так далее. То есть это уже обслуживание тела человека. А мы говорим о начинке, о сути, о внутрянке. Поэтому, а инфодайм – это вот как раз-то о внутрянке, вот об этой. А сейчас такого направления нет. Сейчас оно, знаете, на что подменено? Психология – это поверхностное облизывание, да, чтобы успокоить человека, привести в баланс. Знаете, это как парикмахер причешет тебя. И оно подменено на религию. Когда говорят, вот, батюшка должен сделать. А вспомни вчерашнюю консультацию. Ребенка вместо того, чтобы отвезти к врачам, его отвозили к бабкам и к батюшкам, чтобы его свинтили, бесов гоняли. Бабки. Слушайте, вы здоровые люди. Поэтому у ребенка и у аутизм. Вот смотри, люди, которые его возили, да, гонять бесов, ну, родные, да, смотри, у них направление было, что это бесы, да? Почему? Потому что они видят в жизни. Потому что они видят в жизни бесов, потому что они подобные подобному. Что отражают, то и видят. И, кстати, только инфодайм об этом говорит честно и открыто. Вот смотри, какую критику мы. И опять-таки наш юрист на чем срезонировал? На этом. Вот на этом же, на этих же программах. И очень сильно срезонировал. Просто чуть человека не взорвало. Ну, до инфаркта мог себя отвезти. Но на самом деле это говорит о недоразвитости. Это говорит о том, что у человека нет критического мышления. Здесь нормальное критическое мышление. Мы же не говорим ничего сверх чего-то такого. И более того, я стараюсь говорить, чтобы максимально привести то, что мы видим и то, что осознаем, в те рамки, которые привычны в обществе. Да даже то, что мы пришли. То есть ты профессионал. У тебя есть сфера, в которой ты профессионал. И к тебе пришли люди по твоей профессии. Заплатив деньги. Заплатив деньги. Что тебе... Ты не ознакомившись, слушаешь нас, то есть не подготовившись, слушаешь нас, и вдруг у тебя, в тебе, у профессионала возникает реакция. Это равноценно, что судья встанет и скажет, что, знаете, я... Я не преступник, я не убиваю. Да, да. Ну вот это из этой же оперы. Или судья, нет, я поищусь, я не кушаю такую-то еду. Так какая разница, что ты кушаешь? Ты же на своем месте. Ты должен быть просто вот адекватно. Это о неадекватности нормально, на самом деле. И вот когда начинают люди работать и читать, и изучать инфодайинг, ну, ребят, мы не можем спрятать чертей, которые есть в психике человека. Ну, вы все читали ВИИ, вы читали Гоголя. Это проходили в школе. Там были эти черти. А не хотите или не хотите, впечатлениями легли в вашем подсознании. И когда мы заходим, мы видим ваши впечатления. И эти впечатления загрязняют фильтр вашего восприятия. Они впечатаны, да? Они загрязняют фильтр. Как печати у вас выставлены вот так прямо. И вы видите мир через призму этих чертей. И пока мы их не удалим оттуда, вы не будете здоровыми, потому что они реально загрязняют ваше лобовое стекло. А мы видим там не только чертей. Вот у детей сейчас, у современных, мы видим там и чужих, и кого хочешь. У людей более возрастных мы чужих еще не видим. Потому что у них не было этого яркого детского впечатления от чужих. Но там другие чужие, да? Там какие-то военные эпизоды идут. Там у каждого свое впечатление. И мы об этом говорим, что это есть. Мы это градируем. Мы говорим, на каких уровнях психики где это прописано. На каких уровнях это связано с религиозными программами. Опять-таки, если человек очень сильно уходит в религиозные программы, идет вынос ответственности. Это очень большой вынос ответственности. Это человек большую часть себя делегирует в зону безответственности. То есть он вынес на большую часть себя и сам оставился в безответственности. И, соответственно, вот эти вот части его надо будет возвращать. И, значит, большее количество структур психических будет идти в проработку. Это очевидная вещь. Это как математика, как пазлики складываются. И когда человеку начинаешь говорить это простыми словами, фу, какая-то программа, я пощуп. Какая разница, что ты ешь? Ты еще мне анализы свои принеси. Мы к тебе не об этом пришли. Мы к тебе пришли, что вот есть огромное направление, которое надо систематизировать. И мы пришли не за тем, чтобы ты побегал по кабинетикам подписи, поставил нам бумажку принес. Нет, чтобы систему выстроить. Нам надо опереться на что-то. Мы пришли к профессионалу, как ты о себе заявил. Все, всего лишь. Да. Из Беларуси, получается, вот мы не знаем, к кому обратиться. И поэтому нам надо человек, который в курсе инфодайвинга. И в курсе того, о чем мы сейчас говорим. Кто не испугается, что когда мы с ним будем общаться, и он там в речи услышит, что там в подсознании ребенка могут быть черти. Да, они могут быть. Потому что это впечатление. Я уже это объяснила. Там не только это может быть. Там может быть грязь. Так это еще самый поверхностный уровень впечатления, да? А если мы начнем работать с сутью, с сознанием человека, осознание человека. Если у человека есть животные инстинкты, значит, в нем есть животное сознание. Если у человека есть животные реакции, или реакции, аналогичные насекомым, или рептилиям, значит, там есть это сознание. Так что, мы должны молчать об этом? Мы говорим, есть разные уровни в психике. Это профессиональная информация. Это узкопрофессиональная информация. Возможно, в консультации это клиенту не надо говорить. Но это уже о поверхности. О том, как вы упакуете эти цветочки, или эту конфетку. Вы ее упакуете с надписью «Комунарка» или «Рошен». Это уже выбор фантика. А содержание, оно останется содержанием. Есть слои, и они напакованы разной информацией. И эта информация влияет на то, как человек реагирует, какие у него инстинкты работают, как он проявляется, с кем он общается, и как он общается. Это все его поведение. Включая все его приоритеты. Для нас человек – это набор программного обеспечения. Вот как компьютер. Открыли компьютер, и мы открываем его софт. И мы смотрим этот софт. И мы видим, вот этот софт глючит. И его надо удалить, иначе этот софт ведет к тому, что компьютер подвисает, болеет, выдает неправильную информацию, и так далее. Вот нам этот софт надо разложить. Разложить это, придя и надувшись, вкатившись на эго, какой я важный, не получится. Это надо сесть и очень много проработать. И мы понимаем, что тут опять-таки, такая двухсторонняя часть. Если юристу не интересна наша работа, он выставляет нам вот такой вот счетчик, за то, что он читает материалы. А если ему интересно, он благодарен, потому что наши материалы, посмотрите, наш ценник, они стоят очень дорого, реально. И если мы параллельно помогаем человеку в развитии, помогаем в движении, помогаем в его здоровье, заметьте, люди, которые начинают с нами общаться, в своем здоровье очень редко поправляются. И не просто так это случается. Потому что человек начинает осознаваться. И это тоже бонус, и мы это понимаем. Значит, должны быть какие-то условия взаимодействия, когда и человеку выгодно взаимодействие с нами, и нам выгодно взаимодействие с человеком. И при этом мы ни в коем разе не просим работать бесплатно. Мы всегда оплачиваем работы. И мы аналогично обращались к переводчикам. И замечу, у нас переводчики сегодня очень хорошо работают и в США, и в Украине. И нам очень хорошо помогают. Мы их не нашли в Беларуси. Потому что в Беларуси переводчики сказали, что эзотерика – это страшно. Но мы не эзотерика. Эзотерика – это узкость с большим количеством подмен. Для нас эзотерика звучит точно так же, как религия. Это ограничение. Это ограничение, да. Мы говорим о том, что мы за два года в психике разработали очень большое поле. И это поле на сегодняшний день надо систематизировать и положить в точные грани, в описательную часть, в структурированную часть. Опять-таки, выдать алгоритмы работы. Есть уже алгоритмы, когда вот четко мы знаем, делай вот так, 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 так. И у человека будет результат. По-любому будет. Но он будет не стопроцентный. Но человеку однозначно полегчает. И полегчает очень быстро. И, возможно, не надо будет медикаментозное лечение. То есть это тоже наработки. Они тоже ценные, и они тоже важны. И как это систематизировать? А юристы это видят под своим углом восприятия. Они видят и говорят, да, это вот так, наверное, лучше. А вот здесь давайте возьмем вот так. А вот здесь, возможно, вот так. А вот здесь, возможно, причем у нас же даже глобально. Надо нам ноу-хау, я не знаю, как оформляется ноу-хау, что такое ноу-хау. Или надо нам патент. Нам надо профессионал в своем деле. То есть каждый человек, который... Вот у нас конкретно запрос на профессионала профессионала вот в этой сфере. Конкретный запрос. Человек, который... Он профессионал, и у него и интерес будет, если он профессионал. Он не может быть профессионалом без интереса. Вот это мое личное мнение. Ну, просто юриспруденция такое широкое направление. Есть кому интересно играть там в защиту, например, или там в адвокатуру. А есть кому-то интересно играть в суды. А есть кому-то... Вот кому интересно играть вот в такие вещи. Вот просто откликнитесь тогда. Возможно, перешлите таким людям наше это видео. Потому что на самом деле информация у нас распространяется сарафанным радио. И вы можете видеть по количеству людей, кто смотрит наш канал. И это самый чистый вариант распространения. Это самый чистый вариант распространения. Когда человек не меряется своими знаниями. А что вы хотите? А вот вы вот это докажите. Я не понимаю. Я не знаю, чего я хочу. Я могу показать, что есть. И я понимаю, что вот из этого надо сделать... Вот сейчас это огромный склад бумаг. Вот просто такая рассыпанная пачка бумаг. А надо из этого всего сделать стопочки, книжечки и так далее. И это все привести в порядок. Разложить по полочкам. Разложить по полочкам. Книжечки мы при этом структурируем, делаем сами, чтобы человеку легче было разбираться в этом и нам, чтобы у нас не пропала эта информация. Более того, мы осознаем, что книжечки где-то защищены все-таки. Потому что вот эти штучки на книжечки с авторскими правами, они покупаются тоже. И мы понимаем, что издательство будет нас защищать тоже. И то, что там написано, уже написано нашими словами. То есть мы уже несем ответственность за то, что мы писали. А не то, что потом ссылаются, говорят, Зайцева говорила, и говорят, совсем не то. Вот этого не хочется, потому что говорить то, что мы говорим из субъективного восприятия, человек в объективном восприятии все равно перекладывает под свою корысть, под свою выгоду. И эта корысть, как правило, низкочастотная. Мы говорим об искренности и открытости, о счастье. А человек под счастье тут же засовывает материальное соображение или там отношение или еще что-то. То есть он тут же объективного туда начинает засовывать. Искренность подменяется. Ну тебе же это выгодно. А открытость подменяется. Ну я же ему сказала. Ну это же не об этом. То есть это разные вещи. И поэтому вот эти вот разные вещи мы сейчас создаем свои определения всем параметрам. Вот все, все, что мы словесно формулировки вводим, мы полностью в книге Infodying знания описываем это, уже даем определение для того, чтобы зафиксировать, для того, чтобы... Это поток сознания, но для того, чтобы создать, создать... Создать это как научное направление. Есть части, которые надо зафиксировать. И вот вот этой фиксации нам не хватает. И здесь вот фиксации нам реально помогут юристы. Потому что фиксации книжный вариант на русском языке мы делаем сами, на английском нам уже помогают. И какие-то вещи зафиксировать бы хотелось грамотно. Ну в принципе вот. Ну мы опять-таки даже сесть, прогуглить и искать в гугле там человека. Ну вот мы пошли этим путем. Реально. Первое действие мы делаем всегда. Заметьте, мы делаем действие. Мы не сильно заботимся о его результативности, потому что главное действие и выразить свое желание. Оно показывает нам. Да. И тут же мы получаем зеркало, мы видим, что куда мы идем правильно, неправильно. И в этом зеркале мы тогда можем отразить уже правильный вариант. И все-таки вот так искать юридическую помощь мы считаем правильный вариант. Потому что будут задействованы еще многие страны. Ты уверена, что мы хотим это все в Беларуси? Нет, я не уверена. С точки зрения желания я хочу все в Беларуси. Да. А с точки зрения защиты авторских прав Беларусь маленькая страна. Да. Она просто маленькая. А вообще Беларусь, да, я с тобой согласна. Я бы хотела в Беларуси, хотела бы вообще жить и остаться в Беларуси. Но путешествовать по всему миру. Да. Но чтобы центр фадайинга был здесь. Здесь, да. Но при этом патенты, если рассматривать патенты, то возможно юристы скажут, ну ребят, ваша страна там 10 миллионов жителей, а вы делаете это на это. Вы уже берите на 150 или там на большее количество. Возможно, так и будет. Я не знаю. Я не знаю. я предполагаю, это вот по той информации, которая идет нам через ответное зеркало. Ну вот пока так. Пока так. Поэтому если будут люди, которые посмотрят вот этот уютный подкаст, перекинут своим знакомым. кликнется вот здесь. И захочется. Вас будет доступ абсолютно ко всем материалам. Мы ответим вам абсолютно на все вопросы. Вы будете членом нашей команды. Это полностью открытое искреннее отношение. Вот. И при этом ожидаем вот ровно такого же стремления, потока желания с вашей стороны. Ни выгоду, ни корысть, да? Да. А именно искреннего. Но при этом выгода и корысть это все оплачиваемые работы. Везде есть здравомыслие, везде есть это все. Ну просто чтобы это был действительно такой подход обоюдо выгодный, Вин-вин. Когда это все с интересом, с любовью, когда это действительно делается наилучшим образом для обеих сторон. Нам вот это надо. То есть первоначально вот именно это. То есть нам не надо раздувать пустоту, нам надо сделать конкретную работу. И здесь надо, чтобы именно работало сознание человека, именно сознание. Потому что привести положить вот в камешки очень большие объемы информации. Это действительно надо, чтобы поработал человек с интересом. Здесь это все будет на озарениях, поверьте мне. Здесь не будет даже такого, что умом человек взял. Вы просто будете проживать озарение на озарении, если вы увлечетесь этой темой точно так же, как мы. А у нас в данном случае не хватает именно вот этой связи с обществом, именно юридических знаний, именно как это правильно строится. Именно профессиональных знаний нам в этой области не хватает. Мы в своей области профессионалы, и мы ищем профессионалов в другой области. Кстати, а это уже взаимодействие богов, именно игра богов. И это круто, и она вот так рождается. Блин, когда открыто, открыто и выгодно всем. Пишите на плюс 375 29 699 47 38 любой из мессенджеров, либо на нашу почту инфособака pup.by пуп.by Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...